А сколько необходимо нам? 10? Сейчас мы стоим на месте, где вы планируете расширять тот городской... Да, да, так точно, да. Но здесь нет ни жилой местности, нет ничего. То есть вы планируете между вот этим вот цехом... Между складами идти... И между тем забором. Это получается 100 метров, это будет узкая полоса, которая будет уходить к центру города. Которая будет уходить, ну, вы, мол, к центру города, да. Ну, вы там тоже видели забор, мы заборлись не будем, не собираемся ничего ломать, не собираемся никого гробить. Вы парк будете трогать? Парк мы не будем на сегодняшний день трогать. Парк будет трогаться, парк, стадион, дворец культуры, исполком, больница, то, что там находится. После того, когда будет разработан генеральный план города Часавяра, когда будет определено место, куда переносить парк, стадион, больницу, исполком, жилье, после того только будет здесь разрабатываться карьера. Без разработки генерального плана никакое дальнейшее развитие города, никакой должности развития предприятия не сможет, не может быть. Одно есть разработать генеральный план совместно с городским советом, определиться, куда приносить жилье, чтобы дальше, в будущем, может быть, не нашему поколению, а молодому поколению, детям, внукам развиваться и работать в этом городе. Весь сыр-бор вокруг этого карьера. Без него предприятие сможет функционировать? Без него на сегодняшний день не сможет. У меня нет высокосвортной глины на тех карьерах, на которых я разведу добычу. Мне нужна глина Ч0, Ч1, Ч2 для производства неупоров. Пока востребованы неупоры, пока работают металлурги. Мы работаем на оборонку, мы защищаем металлургов от расплава горячей струи металла, наши неупоры. Мы работаем на коксохимию, чтобы получать кокс для той же самой металлургии. На химию работаем, на спектр неупоров расширяется цементная промышленность, коксохимическая промышленность, металлургическая промышленность и многое-многое другое. Даже для строительства мы делаем строительный кирпич. На сегодняшний день пока не востребован. Как только, я надеюсь, мир восстановится в Украине в целом, понадобится строительный кирпич. Мы готовы строительный кирпич делать и плитку, и кирпич высшего сорта. Наш кирпич строительный прошел сертификацию. 300 лет будет стоять наш кирпич, который мы выпускаем строительный. Не считая тот огнеупорный, который мы производим огнеупорный. Если не будет понимания со стороны городского совета, что этот карьер нужен не для того, что там кто-то хочет куда-то обогатиться, а он нужен для того, чтобы работало предприятие, чтобы сохранить рабочие места, чтобы 1306 человек на сегодняшний день работать, чтобы они работали, им было рабочие места. Если мы только остановим огнеупорное производство, то на нашем предприятии останется человек 500, больше нет. Куда деваться людям? Что людям делать? Мы на сегодняшний день приняли 25 человек выпускников ПТУ, дали им первое рабочее место. Мы весь выпуск, который есть в Чесовяре ПТУ, мы полностью забрали на предприятие. Не имея даже на сегодняшний день заказа, того, что льется негатив со стороны городской головы, в интернете льется. Наши конкуренты этим пользуются и всем рассказывают, что Чесовярский и непорный комбинат уже стоит, что Чесовярский и непорный комбинат не работает в связи с тем, что у него отсутствует сырье, что у него отсутствуют какие-то документы. Но это все ложь. У нас все документы есть, мы работали и будем работать. Но если не будет помогать городской голова и не будет с нами совместно работать по поводу развития карьеров, по поводу изыскания высокосортных глин, мы просто на просто основном предприятии. И тем самым мы на сегодняшний день не имеем долгов перед бюджетом, мы не имеем долгов за работные платы, мы платим за электроэнергию, платим за газ, мы никому-никому на сегодняшний день не должны. Мы в прошлом году 46 миллионов заплатили в бюджет, 46 миллионов предприятия, градообразующие. И уже за 6 месяцев мы заплатили 25 миллионов в бюджет. Если мы остановим это предприятие, где будут брать средства? То же самое мэр города, мы платим городу Артемовскому, мы платим Константиновскому району, мы платим государственный бюджет. Если мы остановимся, то где же будут средства для развития, для жизни? И как будет вообще Украина тогда работать, если так относиться к предприятию, которое работает сегодня?